Не мы на них нападали, не мы превентивно в СУ начали стрелять, кидаю, что мы с вами за два дня были у вас дома. Да, мы это с вами сидели в вертолете и докладывали постоянно. Они начали. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции я сейчас покажу, карту привез. Они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учении. Поэтому не мы развязали эту войну. У нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Биологическое оружие, самые большие электростанции атомные. И все это было готово взорваться. Сейчас мы видим, что в Чернобыле творится. Вы меня попросили электричество подвезти. А им не надо. Вы понимаете, им не надо. И пускай там что угодно творится, они отпихиваются. Мы силой подвели туда электричество, как я и пообещал. Чернобыльские станции. Я знаю, спасибо. Это их цели. Поэтому люди потихоньку начинают понимать, что и что. И за кем стоит эта правда. Не сделали бы это за сутки до того, поверьте, через несколько дней мы бы испили всю эту чашу с огромными потерями. Еще раз говорю, они не только по Донбассу готовились нанести удар. Они выстроили позиции для нанесения по Беларуси удар. И сегодня, я уже вчера сказал, Владимир Владимирович, эти иностранные наемники идут вдоль границы Беларуси, Чернобыльской станции. Три момента. Они хотят перерезать пути движения российских войск. В спину ударить, как я говорил. Это первое. Второе. Они хотят ударить по позициям тех войск, которые у нас остались в Беларусской России с учением. И они не теряют надежду нас втянуть в эту бойню непосредственно, чтобы мы оголили западный участок, о чем мы с вами договорились. Не такие они простые. И что они хотят в Чернобыле сделать, нам еще придется с вами разгадать. Поэтому не надо оправдываться ни перед кем. Уже люди... Нет, вы да. Я вижу, как наши, ваши некоторые ведут себя. Видите ли, не то сделали. Они бы испили эту чашу больше, чем в середине прошлого века, когда эти фашисты на нас двигались. Поэтому это время возможностей. Если мы с вами сориентируемся, поверьте, через полгода, к концу года люди забудут, что это случилось. С точки зрения экономики. Субтитры создавал DimaTorzok